Итак, уважаемые друзья, очередное видео, вопросы и ответы. Эти вопросы и ответы с прошедших журналов, чтобы вы знали. Все пчеловоды учатся. Учатся они из какой-то литературы, книги читают, журналы читают. Также учатся они от опытных пчеловодов, которые в свое время тоже учились. Итак, это журналы 64 года назад, 1953 года, журнал «Пчеловодство». Я вам прочитаю, какие вопросы в свое время задавали пчеловоды в то время. Они актуальны и нужны и сейчас в настоящее время. Это очередное видео, вопросы и ответы. Здесь будут также обмен опыта, небольшие рассказики, когда пчеловоды делятся своей практикой. Итак, друзья, первый вопрос. Обязательно ли присутствие трудней в семьях пчел во время медосбора? Задает один читатель. В начисленном наблюдении показали, что сильные семьи, не имеющие трудней, работают на медосборе так же успешно, как и семьи, в которых это время не имеют сотрудней. Это был такой ответ. И еще следующий вопрос. Ускоряет ли присутствие в улье трудней брачные вылеты неплодных маток? То есть, быстрее ли спариваются матки или нет? Ответ. Данных, подтверждающих ускорение осемнения маток в семьях, где есть трудней, нет. То есть, это не обязательно, чтобы матка оплодотворилась и осеменилась, не обязательно иметь трудней в нуклеусах. Приблизительно такой ответ. Вопрос. Почему следует избегать близкородственного скрещивания между матками и труднями? Ответ. Обладая сходными типами обмена веществ, близкие по родству производители дают относительно слабое, невыносливое потомство. Родственное, а тем более узкородственное, близкородственное разведение, говорит один товарищ, который тут, по-видимому, ученый был в то время, ДТ Лысенко, понижает плодовитость, жизненность и выносливость животных. Это был доклад на сессии 5-го 1949-го года пчеловодства. Поэтому при проведении племенной работы пчеловодстве следует подбирать производители от неродственных между собой семей пчел. Хочу сказать еще от себя на этот вопрос. Близкородственное разведение приводит к уменьшению медосбора. Семьи практически израиваются. У меня был такой опыт. То есть она может израиться до полрамочки пчел. Роится, 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 роится и не остановишь их. Поэтому очень важно это учесть всяким начинающим пчеловодам, чтобы каждый раз в течение 5 лет максимум, а если раньше 2-3 года, чтобы заменялись матки или трудни заменялись, чтобы не было близкородственного разведения. Потому что эта ваша пасека перестанет быть доходной и вы будете ловить маленькие раи, а они не будут развиваться и практически вы будете в убытках. Итак, следующий вопрос. Как определить близкородственное скрещивание в пчеловодстве? Предупредить. Как предупредить? То есть лучший способ предупреждения близкородственного скрещивания на пасеках является обмен семьями производителями или отводками от них с других пасек по возможности отдаленных и лучшего качества пчел. То есть, как я уже сказал, или отводок покупайте, или матку, или же можно покупать маток неплодных. Они тоже дают трудней, уже это не будет близкородственное разведение. Это добавка моего. Так, из опыта и, как говорится, из знаний, те, которые я получил на протяжении моей жизни. Вопрос. Как ограничить нежелательный вывод трудней в рядовых семьях? Для предотвращения появления трудней в семьях необходимо иметь в их гнездах лишь правильно отстроенные соты с пчелиными ячейками. То есть, стараться аж как можно меньше, чтобы было сот с трудневыми ячейками в тех семьях, которые вы не планируете выводить трудней. Вопрос. Являются ли полноценными производителями трудней от неплодных маток и пчел-трутовок? Ответ. Трудни от неплодных маток являются полноценными самцами и могут быть использованы в качестве производителей при условии, что они воспитаны в трудневых ячейках и в сильных продуктивных семьях, пользующихся хорошим уходом и содержанием. Трудни от пчел-трутовок не являются полноценными самцами, потому что их развитие протекает в пчелиных ячейках, размеры которых лимитируют их рост. Возможно, также, что на качество трудней сказывается отрицательное влияние безматочной семьи и неполноценность самок-трутовок. Некоторые ученые, по-видимому, Кашковские, кажется, если я не ошибаюсь, я исследовал эти данные, говорят, что и эти трудни, которые вывелися от пчел-трутовок, могут также и быть использованы в природе матками. Следующий вопрос. На какой день наступает у трудней половая зрелость? Это тоже очень важные вопросы, потому что если человек не знает, как развиваются трудни, матки, пчелы, практически он не может разводить пчел. А если он не может разводить пчел, то он не сможет содержать правильную пасеку, правильный бизнес, даже любительскую пасеку. Не играет роли. Ответ. Половая зрелость у трудней наступает, по данным ПМ Комарова, такой какой-то ученый был в то время, к пятому-десятому дню жизни. То есть на пятый-десятый день как матка спаривается где-то через 5-10 дней и далее, так и трудней, по-видимому. Так что вот такая информация. Вопрос. Спаривается ли матка с одним или несколькими труднями? В пчеловодной литературе имеется немало указаний на неоднократное спаривание маток. Так, ВВ-тряска, изучая, сопоставляя половые органы маток и трудней, пришла к выводу, это женщина, что число трудней, спаривающихся с одной маткой, достигает 4-5. Ну, это на основании одной из, так сказать, ученых или тех, которые наблюдали за этим процессом. А в целом, то говорят, что до 17 даже. Вопрос. Каким образом следует обеспечивать подконтрольное спаривание маток в пасечных условиях? В пасечных условиях. Ответ. В пасечных условиях самым действенным путем предотвращения нежелательных спариваний являются меры, принимаемые против появления трудней в рядовых семьях. Ну, ответ неполный, конечно, но мы добавим еще, чтобы ближайшие пасеки находились как можно дальше, не меньше 6 километров и подальше. И обычно чистопородное разведение пчел делают на островах Австралии, на острове делают это. И поэтому там ценятся очень важно, ценятся эти чистопородные. Что интересно, в Австралии даже нету и клеща. И поэтому вот такие вопросы, чем дальше трудней. Еще хочу сказать, что по этому вопросу проводили ученые опыт в пустыне, завезли трутневую семью, в смысле семью с труднями, и нуклеусы расставили до 20 километров. До 18 километров эти нуклеусы могли спариваться. То есть, до 18 километров приблизительно на таком расстоянии в округе, если не существует, то более-менее гарантировано почти 100% чисто породное разведение на вашей пасеке. Итак, друзья, это были вопросы-ответы. И теперь мы попробуем вам еще здесь, так сказать, интересные такие факты зачитать. Лягушки называются хищники пчел. Один человек описывает так. За 40 лет работы с пчелами я не встречал пчеловодной литературы сведений о том, что лягушки истребляют пчел. Не слыхал об этом и от пчеловодов. По роду работы на санитарно-эпидемиологических станциях мне приходится обследовать водоемы. В одном из своих наблюдений я заметил на стебле водяной гречишки пчелу. Недалеко от этого стебля из воды торчала голова лягушки, внимательно следившись за пчелой. Как только пчела спустилась по стеблю к воде, лягушка моментально поймала язычком пчелу и приняла прежнее положение. Я заинтересовался этим явлением и стал наблюдать. Через некоторое время на стебле появилась новая пчела, которая также была быстро уничтожена. Затем лягушка поймала еще несколько пчел. Поймав лягушку с очком, я вскрыл ее и обнаружил в нее в желудке 13 пчел и несколько десятков пчелиных крылышек. В этот день я еще поймал несколько лягушек и также наблюдал то же самое. Итак, друзья, хочу сказать, что пчелы, на пчел очень много хищников. Как мы знаем, и птицы нападают на них, и шмели нападают, и осы нападают, и все остальное, все, что под руку попадается, нападает. Поэтому желательно иметь на основании этого рассказа поилочку, с весны поставить поилочку рядышком, чтобы пчелы как можно меньше подвергались нападению хищников. И тогда будет у вас более-менее качественное разведение пчел. Еще, друзья, один рассказ очень интересный. Этот рассказ называется «Кубанские пчелы в Новгородской области». То есть, это пчелы привезены из Кубани. Они из юга привезены на север, там, где среднерусская пчела. И это для тех, которые хотят, ну, как говорится, сменить породу. И я прочитаю, как это будет выглядеть. На пасеке курорта Старая Русса в Новгородской области имеются пчелы, вывезены из Краснодарского края. Это, как я уже говорил, журнал 54-го года, номер 4. Если кто хочет, имеет электронную, может посмотреть. Наблюдения показали, что эти пчелы менее пригодны для нашей местности, области, чем местные северные. То есть, привезли южных пчел на север. Так, во время зимовки, находясь в одинаковых условиях содержания и ухода с местными, кубанскими пчелы, потребляли меда на 3-4 килограмма больше. То есть, осыпались зимой южных пчел, также значительно выше и достигает 3-4 стакана на семью. То есть, больше гибнут. Им сложнее зимовать. Весной кубанские пчелы малопродуктивны и сильно растериваются. Кроме того, они склонны к воровству. Даже в лучшие по медосбору сезона они собирают меда в 1,5-2 раза меньше, чем местные северяне. Таким образом, с хозяйственно-производственной точки зрения, краснодарские пчелы в нашей области неудовлетворительны. Желая проверить утверждение пчеловодов о том, что в семье кубанских пчел трудно подсадить матку северных пчел, я провел в 1951 году следующий опыт. В период главного медосбора в июле я обезматочил 11 пчелиных семей. На главный медосбор он убрал маток. Заложенные ими маточники периодически уничтожал до тех пор, пока не потеряли всякую возможность вывести себе матку. После этого кубанским семьям был дан расплод от местных северных пчел. В результате все 11 семей вывели себе маток, которые оплодотворились и начали откладку яиц. Правда, одна семья уничтожила матку, но вскоре вывела себе новую из яйца, отложенного погибшей маткой. Таким образом удалось решить трудную задачу о замене маток в семьях кубанских пчел матками местной породы. Я прошу пчеловодов проверить на практике предлагаемый способ замены маток и сообщить в результатах опыта. Итак, друзья, это один из пчеловодов написал, как можно сменить матку. Я считаю, что этот метод я проверял, он очень хорошо работает и в этом году проверял. То есть можно любую породу заменить таким образом. Итак, удачи вам по этому методу. Если кто хочет завести итальянскую или еще какую породу, то можете запросто это произвести. Вот, купил маток другой породы и они могут выдавать вам яйца и вы можете подставлять их на любую семью. Одну даже матку достаточно. И еще, друзья, еще вам прочитаю несколько рассказов. Это обмен опытом. Это очень важный рассказ. Сейчас вы должны понять, особенно работа с матками и с расплодом, увеличение семей, это дает нам хороший медосбор. Если мы знаем, как подсаживать маток и знаем, как содержать сильные семьи, то мы всегда будем, так сказать, на коне и у нас будет всегда удача. Мы сможем имена накачать, мы сможем сделать отводки, увеличить пасеку. То, что, как говорится, дает возможность человеку перспективно развиваться. Рассказ называется «Коротенький», еще о подсадке маток. Я хочу рассказать, как мы подсаживаем плодных маток пчелиные семьи, пишет один. В кабардинском пчеловодническом питомнике, где я работаю пчеловодом, ежегодно приходится подсаживать большое количество маток. Так, в 1952 году мы от 54 пчелиных семей сделали 201 отводок. И всем им нужно было дать плодных маток. Маток я подсажу прямо на соты, делаю это так. На своих видео я, конечно, это показывал, вы можете это посмотреть, почему у меня так хорошо принимают маток. Я вам немножко дам секрет. То, что я безвзяточное время практически прикармливаю сахарным сиропом. Семьи имеют практически одинаковый запах. И когда одинаковый запах, они свободно принимают. И знать надо ситуацию, что это подсаживать, когда в семье я, допустим, подсажу среди дня, но здесь он подсаживает даже вечером. Предположим, что сегодня надо дать плодных маток в 15-20, но в сформированных отводках. Для этого вначале готовлю жидкий сахарный сироп. К вечеру после окончания лёта пчёл беру рамку из нуклеуса, на которой находится матка. Ставлю переносной ящик и подношу к намеченной семье. Вы внимательно слушайте из нуклеуса. Нуклеусы бывают разные, поэтому эту рамку он не мог вставить в гнездо. Он в специальный переносной ящик, он вставил туда рамку из нуклеуса. Нуклеусы, они могли быть и маленькие, и большие, рамки разные. И подносит к намеченной семье, не имеющей матки. Затем пускаю из дымаря в литок семи, два-три клуба дыма. Открываю улей, вынимаю из середины гнезда рамку и обрызываю её сиропом. То есть гнездовую рамку с этой семьи, которую он хочет поставить, он обрызвал сиропом. После этого поднимаю рамку из переносного ящика и обрызываю её также сиропом. То есть берёт ту маленькую рамочку с нуклеуса. Затем берёт матку с этой рамки, с нуклеусной рамки и переносит её на рамку, взятую из гнезда. То есть взял матку, тут он не пишет, как он её взял, но взял её, может, за крылышки, может, специальным этим улавливателем маток. Рамку с маткой опускаю в гнездо и обрызываю всё остальное сиропом. При этом в способе подсадки пчёлы хорошо принимают маток и на второй день они начинают откладывать яйца. Итак, друзья, вот это о подсадке маток. Я даже делаю отводки сборные свободно, беру матку, две рамочки с одного улика, беру две-три рамочки с другого улика, с расплодом, имеется в виду с расплодом. Две рамочки с маткой, с расплодом печатным, открытым, полузакрытым. И соединяю сборные отводок, пять рамок и свободно принимают маток, я не имел проблемы. То есть, практически они не убивали матку. Матка всегда оставалась живая, ещё при том, добавок, если бы две рамки из этой семьи взяли, где матка, пчёл её, естественно, охраняют очень хорошо. Итак, друзья, это вы можете услышать, но вы обязательно должны проверить. Если вы переступите эту грань страха и боязни, потому что, а вдруг убьют, а вдруг убьют, вот тогда, когда у вас появится опыт, вы эту грань переступите, вам будет очень легко работать, вы свободно можете делать отводки. А это значит, что ваша пасека будет легко и быстро увеличиваться. Это как быстро, это надо увеличить свой бизнес, как быстро увеличить свою любительскую пасеку. Это создаст вам массу экономии времени. Так, друзья, и ещё могу вам это самое прочитать интересный рассказ. Этот рассказ рассказывает, как люди практиковали свои опыты. Тут очень есть интересные мысли, зимовка в нуклеусах, сколько надо пчёл в нуклеусах и как, чтобы перезимовала матка. Это для тех, кто хочет иметь вывод маток летом и для тех, кто хочет также этих маток сохранить в зиму. Это был Краснодарский край. Да, это тёплые места, конечно, не так сильно холодные. Но мы прочитаем, тут небольшая информация. Опыт спарения маток корпусной наставки. Наставках. В 1951 году я вместе с помощником Ио Азверевым на отделении номер 3 пасеки колхоза имени Сталина подготовил три корпуса для вывода и оплодоварения маток. С внутренней стороны, передней и задней стенок мы сделали по 7 пропилов глубиной до 10 мм, шириной до 5 мм. Куда вставили фанерные перегородки, образовавшие в корпусе 8 отделений. Ну, такой корпус большой, в котором образовалось 8 отделений. К нижней стороне корпуса прибили фанерное дно, а сверху для каждого отделения устроили самостоятельные потолочины. То есть, крышечки закрывали. Маленькие мини-нуклеусы сделали. Они в то время не говорили нуклеусы, они говорили надставка корпусная. То есть, еще этого не практиковалось. Для каждого отделения просверлили литок диаметром от 8 до 10 мм. Литки располагались по одному в боковых стенках и по три передние и задние стенки. В целях предупреждения блуждания маток и пчел стенки у каждого отделения со стороны литков были окрашены в разные цвета. То есть, возле литков эти полосочки покрасили в разный цвет, чтобы матки не блуждали и при спаривании возвращались. Как это делалось дальше? За 18-24 часа до раздачи маточников, то есть за сутки, если сегодня в 12 часов сделали, то завтра в 12 часов маточники раздают, дня. В каждое отделение мы даем по одной рамке с печатным расплодом молодыми пчелами и кормом. То есть, кормовая рамка с расплодом и печатным, и с молодыми пчелами ставится в этот отдел. В свободные ячейки каждого сода наливаем небольшое количество жидкого теплого сиропа. Еще, обратите внимание, одна рамочка всего лишь, одна рамочка. И эта рамочка также имела пустые соты. И в эти соты заливалась также сиропчиком. Маточник прикрепляем на ребра сотов с передней от летка стороны. Ну, сверху на ребро сотов прикрепляет маточник. Подготовленный корпус ставим на улице с сильной пчелиной семьей, чтобы снизу тепло подогревалось через фанерку. Ниже проводим данные результата применения корпуса на ставах для оплодотворения маток. Вот они описывают. 51 год, в май, поставлено было 24, у них 8, трижды 8, 24. У них три наставочки такие было, значит, по 8 отделам. И значит, оплодотворилось в 51 году в мае 24, в июне оплодотворилось 22 и в июле 21. То есть, в май, июнь и июль каждый месяц они давали маточники. Практически потеря небольшая. В мае не было никакой потери. В июне две матки потерялось, в июле три матки потерялось. В 52 году дали тоже по 24. В мае оплодотворилось 22 матки. 2 потерялось, в июне потерялось 3, а в июле потерялось уже 5 маток. То есть, ну, небольшая потеря, все равно 19 штук из 24 оплодотворились. 53 год, опять дали по 24. И, естественно, в мае в 53 году они 23 матки оплодотворили, все одна потерялось. В июне 22, 2 потерялось. И в июле тоже 2 потерялось, 22. Итак, результаты очень обнадеживающие, хорошие. И я советую принять вам внимание. Ну, что интересно, еще они здесь описывают. В таких нуклеусах я и пчеловод отделения номер 6 в этих же отделениях проводили зимовку запасных маток. Каждому нуклеусу в зиму оставляли по 200 грамм пчел и 1,5-2 килограмма мёда. Обратите внимание на эти цифры. 200 грамм пчел и 1,5-2 килограмма мёда. В других местах я прочитывал информацию. До 300 грамм пчел. Это очень можно легко подготовить, взяв, как говорится, пару рамок с печатным расплодом отставить, и там выйдет молодая пчела. И струсить ее в этот нуклеус, и дать им рамочку с мёдом, и пустить туда матку по осени. И в результате у вас на зимовку пойдет молодая пчела и с молодой маткой. Результаты зимовки оказались весьма благополучными. За две зимы, 1951-1952-1952-1953 год, в таких нуклеусах зимовало 28 маток. Из них погибли только две матки. То есть температура в зимовниках держали от минус 2 до плюс 8. Уля с корпусами стояли во втором ярусе. Следовательно, запасные матки находились почти в третьем корпусе. Я считаю, что такие нуклеусы можно внедрять для вывода маток и их сохранения в зимовке, не только в южных, но и в более северных районах. Итак, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пожелания, можете задавать вопросы, пожелания. Ждем ваших, так сказать, вопросов. Если нету, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Удачи вам. Учитесь, учитесь и учитесь. Я до сих пор учусь. И думаю, что и вы, и пчеловодство будете учиться. И пчеловодство это такая вещь очень интересная. Если она захватила вас, то до самой старости вы будете всегда жизнерадостны и долгожители. Удачи вам, до встречи.